Вот в том, что касается невротика навязчивости. Прежде всего я хотел бы отметить, что хотя позиции известного человека этого невротика крайне смущает, даже более того, до определенной степени, в целом ряде случаев, его невроз заключается в том, что ему эта позиция, якобы, как он сам полагает, не удается достичь. Притом, что, опять-таки, как он полагает, она ему нужна. Зачем она ему нужна? Она отдать в себе отчетное состояние. Но, тем не менее, высочайшая потребность каким-то образом в числе известных оказаться ведет этого невротика по путям, которые как раз-таки приводят к образованию целого ряда симптомов. Симптомов, с которыми мы так ярко, так непреложно в клинике сталкиваемся. Так вот, для иллюстрации этой запутанности, с которой невротик навязчивости и медиала с предсталутым известным человеком сталкиваются, я бы хотел привести чрезвычайно богатый, по крайней мере, для нашей дисциплины материал. Материал, который вполне мог бы стать вряд с теми материалами литературного характера, который я разбирал в прошлом и позапрошлом сезоне. Речь идет о романе Фридриха Горенштейна «Место». И более того, я повторюсь, настаиваю на том, что этот роман и в своей организации, и в том, что касается, собственно, представленного в нем психического типа, вполне достоин того, чтобы он рассматривался нами как полноценное психоаналитическое свидетельство. Герой этого романа постоянно попадает в целый ряд передряг, обитая в то время, которое можно было бы назвать временем предзастойным, это время так называемого оттепеля. И передряги эти оказываются передрягами, которые постоянно ставят его в крайне уместительное положение. Передряги эти отмечены четырьмя частями романа, которые носят соответствующее название. Первое из них именуется «Койко-место», второе – «Место в обществе», третье – «Место среди людей» и четвертое – «Место среди живущих». Заметьте, пожалуйста, что в эти наименования, в самоочередование, уложено определенные этические идеи доридианского характера. Я имею в виду тот характерный и даже старший паразитарный момент, о котором, постоянно говоря, Дорида, при переходе от раннего Дорида к позднему упоминают, согласно которому якобы существует своего рода киркигородское восхождение от мелкого честолюбия, и даже более того, честолюбия, замешанного на крайне мирских, может быть, недостойных в этом смысле делах, честолюбия, которое, постепенно покоряясь, проходя через ряд психических преобразований, восходит к чему-то такому, что можно было бы рассматривать как некое психическое достижение в совокупности со спокойствием и скромностью. И в этом смысле действительно претензии главного героя понижаются от того места в обществе, которое он рассчитывает занятия, и, собственно, к месту среди живущих. Я здесь как раз-таки намекаю на распространенную фразу Дорида о том, что якобы он, подходя к концу своих дней, только начинает учиться жить. Но я полагаю, что рассматривать это в качестве своего рода сентиментально-этического вектора не стоит, по той причине, что то, что делает главный герой, ни малейшего прогресса как раз-таки не выказывает. И в этом плане он чрезвычайно характерен как тип для того особого специфического характера навязчивости, который мы здесь рассматриваем. Так вот, проходя через целый ряд разнообразных неудач, постоянно борясь за выживание, и для этого прибегая к самым унизительным жестам, герой постоянно борется то за место на работе, то, собственно, за место в общежитии, который он получает обманом по протекции своего дяди, питавшего симпатию к его отцу, но при этом не ставящего самого главного героя ни в грош, и рассматривающего в качестве очень негодного, недостойного жизни отпрыска. Так вот, прибегая к разного рода мелким уловкам, постоянно сталкиваясь с нападками окружающих, и в своем роде, опять-таки, со своей стороны нападки на них совершая, ни к чему не способны ни на работе, которая на самом деле не требует от него никаких усилий, не способны ни в том, что касается любви, то есть той самой сексуальной жизни, которая могла бы до определенной степени его позицию закрепить, в том числе и в том месте, где он обитает, поскольку, как правило, закрепиться там можно двумя способами, либо через должность, либо через отношения с женщиной, которая могла бы этого никчемного субъекта поддержать. Так вот, идя от унижения к унижению, главный субъект при этом убежден, что его ожидает нечто великое, поскольку, как он сам полагает, та идея, которую он питает, то, касающаяся особого рода замысла, что своей главен постоянно удерживает, обрекает его на то, чтобы непременно стать известным и принести пользу, внести тот самый вклад, который, собственно, известного человека и делает. Идея эта, как выясняется ближе к концу романа, оказывается совершенно никчемной, и можно вычесть от любого учебника философии, но поскольку главный герой еще, к тому же, ко всем его бедствиям вдобавок совершенно не образован, это не приходит ему в голову. То, что им движет, это ощущение, что он должен выжить любой ценой, поскольку та мысль, которую он лелеет, представляет нечто очень важное, определенную ценность. И, как он сам рассуждает собой, крайне наивным образом, ему бы только закрепиться, ему бы только попасть в какое-либо сообщество, которое могло бы его выдающийся ум, который до времени он прячет, поскольку никто в его плоском окружении не может интересоваться, сообщество, которое бы его оценило, и как прибрежная волна вынесла бы его на необходимую высоту. И такого рода случай ему предоставляется. И нет ничего удивительного в том, что субъект, проказ-то к нему совершенно неподготовлен. И более того, вместо того величия, которого он добивался, он демонстрирует величайшее падение. Так, посещая по воскресеньям обеды своих друзей, обеды, отношения к которым как раз-таки раскрывают, с одной стороны, то, что можно было бы назвать приспособленческим характером, и с другой, собственно, то, что как раз-таки будущее величие героя и ставит своего рода в зависимости от вносимого им вклада. Я имею в виду то, что большинство действий героям совершаемых, приспособительных действий, действий которых он обманывает, напрашивается на ночлег, поддерживает отношения с друзьями, от которых ему ничего не нужно, кроме денежного или иного вспомоществования, все это двигается героем исключительно в залог того самого величия, которое, как ему кажется, его ожидает. То есть, другими словами, он накапливает долг, что для него вроде к навязчивости крайне характерно. Так вот, однажды, посетив очередной раз опет своих ничего не подозревающих о замыслах друзей, он оказывается приглашен в сообщество, организовавшееся вокруг местной знаменитости. Знаменитости, разумеется, не очень высокого разлива, но, тем не менее, как кажется, герою вполне достаточно, чтобы можно было, блеснув на ее глазах, таким образом, опять-таки, взять необходимый старт, усуществить разгон. И вот он со своими друзьями посещает это сообщество, прислушивается жадно к ведущимся в нем разговорам. Сообщество это, оказывается, сообщество молодых диссидентов, которые имеют определенный взгляд на вещи. И, уловив, о чем идет речь, главный герой, тем более, что у него есть кое-что в послужном списке, а именно арестового отца, о котором ему мало известно, этот герой, неожиданно, видя, как все другие высказываются, высказываются, по всей видимости, уже привечаемые в данном обществе, высказываются на полных правах, так что, разумеется, их слушают и предоставляют слово. И все, что им отведено в качестве времени, занимаемое их речью, зависит, собственно, от той местной звезды, которая в этом обществе царит, и которая распределяет, собственно, символические блага. Так вот, улучив минутку, главный герой начинает высказываться на тему, которая сегодня остается более чем животрепещущей. Это тема, касающаяся роли Сталина. И он заговаривает, чрезвычайно неловко, подбирая с трудом слова, о том, что, как это ни странно, Сталин до сих пор остается любим среди народа. И мысль главного героя не является мыслью тривиальной, то есть верно уловив настроение в сообществе, он намеревается указать на парадокс. То есть, собственно, подчеркнуть то, что эта любовь носит странный, ни на чем не основанный, совершенно необъяснимый загадочный характер. Но начинает он так неловко и настолько сбивается в формулировке фразы, что немедленно оказывается атакованный одним из диссидентов, который полагает, что от режима он поступал сильнее всех. Все это приводит ко всеобщему возмущению. Сама главная звезда вечера просит герой замолчать, в унизительной форме предлагая ему присесть и заткнуться. И герой понимает, что шанс, который он мог бы разработать, который, собственно, он мог использовать для того, чтобы выбиться здесь в люди, чтобы показать, что он нечто смыслит, оказывается им радикально упущенным. То, чего ему не достает, это, разумеется, чего-то такого, что можно было бы назвать стойкостью, то есть вместо того, чтобы взять, наконец, себя в руки и заявить, что его факт этой любви тоже крайне удивляет, что он его как парадокс рассматривает, герой совершенно тушуется, глотает речь и, соответственно, остается не только на тех позициях, на которые он рассчитывал, но даже, как он сам отмечает, падает еще ниже. Разумеется, возникает это по той причине, что, невзирая на то, что герой как будто бы есть что сказать, он совершенно не понимает, какого рода общество он метит. И это, заметьте, для невротика навязчивости крайне характерно. То есть, если невротик навязчивости, как правило, питает определенность в том, что касается его темы, то есть отношение занятия страдающей неврозом навязчивости определяется очень рано, так скажем, если он пишет в детстве, то, как правило, страсть к письму сохраняется с ним очень долго. Но как раз таки в том, что касается того, что можно назвать целью, то есть место, в которое этот невротик метит, того самого круга известности, на которое он рассчитывает, у него нет ни малейшего представления. Невзирая на всю его критичность, невзирая на брезгливость, которая для него характерна, что-то побуждает его сбиться с мысли тогда, когда перспектива обретения признания как будто оказывается ближе, чем он рассчитывал. Совершенно очевидно, что в голове главного героя царит путаница, которая как раз таки помешала ему восторжествовать. Он не понимает, для чего это сообщество ему нужно. Так, если речь идет об идее, которую он питает, а то идее, которая носит вполне метафизический характер, пусть даже она на поверху кажется примитивно, то очевидно, что столичное сообщество ему ни к чему, что он ничего там не обретет, что в тех досужих псевдоинтеллектуальных разговорах, которые в нем ведутся, он пути не отыщет. Если же напротив ему нужно это сообщество, то ни при чем оказывается идея. То есть он совершенно не понимает, хочет ли он быть острословым, может быть, кем-то выражающим настроение сообщества, или напротив тем, кто идет сообществу наперекор, формулируя идеи, к которой это сообщество, возможно, не готово, это стартовая позиция, с которой данный герой начинает, и не понимая того, чего он хочет, то есть не понимая, какого рода признания он намеревается обвести, он, естественно, попадает в ловушку и совершенно запутывается. Это является причиной той невнятности, с которой он свое печальное поступление совершает. И это потери головы, это полная потеря соображения, все то, что ведет невротикой навещивости к разного рода тому, что недавно в сетевой перепалке было названо «Wenity Search», то есть, скажем, собственный поиск в сети, если этому невротику удается сделать, пусть, небольшой вклад в область искусства и литературы, все это показывает, что невротик навещивости движется образом, который демонстрирует изначальную сбитость с толку, поскольку, как уже было сказано, его цель неопределена, ему не дается нащупать, чего он, собственно, от сообщества хочет. И поскольку он выражает в собой желание как таковое, желание в том смысле, в котором желание может представлять собой стремление неопределенного характера, желание, которое, оказывается, символически неоформлено, грубо говоря, именно по этой причине ему не дается в символическом поле зацепиться. Заметьте, пожалуйста, что данный герой чрезвычайно в совершаемом движении похож на другого героя, а не буквально, оказывается, двойниками. Героя произведения, которые я в нашем курсе разбирал неоднократно. Это утраченные иллюзии Бальзака. С той лишь разницей, что произведение, о котором я говорю сегодня, представляет в своем роде изнанку, негатив, поскольку герой утраченных иллюзий оказывается субъектом более чем удачливым, и то, что в итоге его приводит к раху, в краске с его удачливостью, слишком быстрой удачливостью, слишком высокой степенью торопливости, с которой он усваивает успех, и связано. Напротив, герой, которым повествуется Гринштейн, совершенно никчемный, как уже было сказано во всех отношениях. И эта никчемность тоже требует пары слов. Не секрет, что очень часто данный роман толкует, и, как это часто бывает с произведением Гринштейна, как что-то такое, что продолжает традиции Достоевского ведения. То есть главным героем обнаружено что-то такое, что как будто бы по своей жалкости, и в то же время по трагичности с этой жалкостью сопряженной, сопоставило с героями Достоевского. И я хочу указать на то, как раз-таки пользуясь нозологией, а не литературной критикой, нозологией клинического типа, что мнение это совершенно ошибочно, что оно базируется на тех ложных посылках, на которых так часто базируется собственно литература ведения, где царит скорее докса мнения, а не то, что могло бы касаться данных, например, работы психического аппарата. Совершенно очевидно, что как раз-таки герой Достоевского, это его отличает, и это как раз-таки позволяет верно его произведение воспринять, герой этот не является невротиком навязчивости. Он может быть кем угодно, он, несомненно, невротикой собой представляет, и это является причиной, по которой психоаналитики, особенно отечественные, обожают Достоевского разбирать. Но черты невротика навязчивости обнаружить в нем не удается. Именно по этой причине те жалкие поступки, которые герой непрестанно совершает, как раз-таки того, что можно было бы назвать возвышенным трагизмом, не носят. Перед нами субъект, который совершенно утратил как раз-таки тот ориентир, который в прошлый раз я назвал «я идеал». Заметьте, пожалуйста, что утрачивает он его не по той причине, что он лишается достоинства, хотя достоинства он лишается непрестанно, он отовсюду гоним. Буквально все относятся к нему с презрением, которого, собственно, как он сам полагает, он заслуживает. Или, по крайней мере, готов выносить. Но утрата, собственно, «я идеала» происходит и в иных операциях, которые невротикой навязчивости совершает. Скажем, что означает поведение невротикой навязчивости, когда он пытается сделать выбор? Я имею в виду не тот эксистенциальный выбор, который нам прожужали все уши, а простейший выбор между двумя вещами, скажем, он выбирает наименее поврежденный объект. То есть колеблется между двумя бутылками Пепси или, может быть, двумя книгами из одного и того же тиража. Он никак не может выбрать. И заметьте, что это колебание имеет как раз-таки нечто, связанное с «я идеалом». То есть невротик не просто не может выбрать, потому что его отношение к объекту сбито, затруднено. Сам объект, представленный в анальном регисте, оказывается для него чем-то таким, что заставляет его соблюдать в его отношении табу. Но колеблется он еще по причине, скажем так, ретроактивного характера. Совершенно очевидно, что как только колебание начинается, то, что касается «я идеала», оказывается, радикально утрачено. Он, разумеется, не может этого не чувствовать. То есть в чем невротико-навязчивость нельзя отказать, так это в том, что можно было бы назвать самокритикой не в смысле рефлексии, а в смысле ощущения довольно точного диагностирования момента, когда пропажа «я идеала» совершилась, когда другой мог взирать на его действия как на бесполезную суету. Именно бесполезная суета и невротико-навязчивость в ряде случаев занят. Это выражается в том числе и на уровне двигательных симптомов. И учитывая, что «я идеал» утрачен в ту секунду, когда он не смог просто протянуть руку и взять с полки объект, как, собственно, требует отцовское означающее, потому что отцовское означающее представляет собой нечто, что отношение субъекта с объектом регулирует. Объект представляет собой не ту зону, где субъекты ищут удовлетворения, а зону, в которую субъекту удается следование «я идеалу» сохранить. Отсюда, собственно, и возникает типично мужская генитальная мифология. Мужчина, который приходит и берет. Берет он потому, что он не знает колебаний. Так вот, когда невротико-навязчивость начинает судорожно перебирать от совершенно одинаковые в энди-орхоловском стиле объекты, он, естественно, утрачивая «я идеал», запутывается еще больше. То есть по той причине, что этот «я идеал» оказывается им изначально в акте выбора утрачен, выбор растягивается до бесконечности. Он не может нащупать, собственно, ту позицию, с которой этот идеал можно было бы восстановить. Именно по той причине, что все рухнуло, что достоинство совершенно невосстановимо, что оно нерепарируемо, он и начинает совершать множество разнообразных и нерепых выборов, которые в итоге приводят к тому, что он берет не то, что он хочет. Так вот, именно в данном контексте необходимо метание главного героя рассматривать, который также, и это Горенштейна зафиксировано, со всевозможной проницательностью берет не то, что он хочет. Даже тогда, когда удача ему улыбается, отец его просто реабилитирован, и он обретает шанс получить какое-никакое место в обществе, пусть даже не того характера, который рассчитывал, он и этим шансом не может воспользоваться так, чтобы не выглядеть смешно и нелепо. Я не буду пересказать роман целиком, но лишь укажу на то, что, опять-таки, было сказано ранее, если какая-либо эволюция повествования для романа характерна, то для самого невротика навещивости никакой эволюции не бывает. Сам по себе невротик навещивости – это нечто, застывающее в определенной точке, и то, что он совершает множество личных движений и действий, не должно в этом отношении обманывать. Продолжение следует...